Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций по книге To Perfect the World, сделать мир еще лучше, чем он уже есть на самом деле. И сегодня мы с вами находимся в первой главе, во второй части. В прошлый раз мы с вами приводили примеры от еврейских мудрецов, великих раввинов о важности распространения знания и мудрости Всевышнего среди всего мира, среди всего человечества. Сегодня мы с вами приведем примеры этого, как наши лидеры, наши мудрецы это делали на собственном опыте. Наверное, многие из вас слышали такую фразу «делай, как я говорю, а не как я делаю». Вот к еврейским мудрецам это не относится. Если они не показывали что-то на собственном примере, мы это не воспринимаем. Начнем с нашего праотца Авраама. Его имя Авраам в краске происходит как отец нации, отец нации Арам. Почему? Поскольку Авраам влиял на все население, в котором он жил. Он не находился в какой-то местности, он не находился в какой-то стороне, он не находился в каком-то городе и просто там обитал или принимал местные обычаи. Он старался улучшить жизнь местного населения в материальном и в духовном мире. Мы, как его потомки, конечно же, должны изучать то же самое. Авраам, как отец всего человечества, учит нас тому же самому, тоже делиться мудростью и менять окружение вокруг нас к лучшему. Написано в Торе, что Авраам и Сара создавали души. Что имеется в виду, они создавали души? Они влияли на людей вокруг себя. Они делали жизнь этих людей более насыщенной духовно. Мы также заботились и о материальных важностях этих людей. Написано, что Авраам провозглашал веру в единого Бога. Если мы посмотрим грамматически, кто там не провозглашал, а делал так, чтобы другие люди провозглашали веру в единого Бога. Каждого человека, которого он встречал, он ему рассказывал о том, что есть Бог, который его любит, который заботится о нем. И который руководит всем этим миром и заботится о всем человечестве в этом мире. Именно поэтому Бог и стал. Именно после Авраама написано, что Бог вселенной. Когда его признавало все человечество. Когда все окружение Авраама также принимало Всевышнего как единого Бога. Наш праотец Яков. Где мы видим его поступки? Когда Яков спустился в Египет, он обучал местное население универсальным законам всего человечества. Но даже после своей смерти он также влиял на них, как так. И где мы это видим? Когда он умер, он попросил, чтобы его не хранили в Египте. Почему? Чтобы его могила не стала местом идолопоклонства. Люди бы приходили и начали бы ему поклоняться. Он этого не хотел. Он заботился о населении Египта даже после своей смерти. Чтобы оно опять не начало поклоняться идолам, а поклонялось одному Всевышнему. Йосеф. Йосеф Ацавик. Что он сделал? Он сделал так, что даже египтяне сделали обрезание. Даже они это сделали. Фараон им приказал. Он сказал, делайте то, что Йосеф вам говорит. На тот момент Египет это было духовно самым ужасным местом на земле. И тем не менее, Йосеф работал с этими людьми. Он помогал этим людям. Он обучал их знаниям. Они сделали обрезание. Что такое обрезание на иврите? Как будет обрезание на иврите? Брит. Брит это союз. Он сделал так, что даже у египтян, те люди, которые были полностью заняты идолопоклонством, занимались кто знает чем, даже у них был союз со Всевышним. Благодаря Йосефу и той работе, которую проделал Йосеф. Рамбам. Мы уже с вами как-то говорили немножко про Рамбама, Маймонида. Во-первых, Рамбам пишет, что заповедь о распространении мудрости среди всего человечества была дана еще Мойши Рабейну, Моисею на горе Синай. Когда он давал ему Тору, тогда же Всевышний сказал Мойши делиться мудростью со всем человечеством. И Рамбам показывал это своим жизненным опытом. Он вставал рано утром, он ехал к султану, он был личным лекарем султана, потом возвращался к себе в город, и там уже сидела и ждала его огромная очередь людей. Со всех уголков мира к нему приезжали. Рамбам это описывает. Он говорит, что до поздней ночи он помогал, лечил людей. Он говорил, когда уже уходил последний человек, у него уже не оставалось сил. Только тогда он уже садился кушать. То есть еще раз мы видим в очередной раз, как наши мудрецы не только что-то говорят о важности распространения мудрости, знания, веры во Всевышнего среди всего человечества, но и своим опытом они это показывали. И доходит это уже до наших времен, до хасидских великих лидеров, таких как Алте-Рэбы. И мы видим это в Любавичской Рэбе, для которых также было важно распространение духовности и помощь физически всем народу мира, всему человечеству. Каждое воскресенье Любавичский Рэбе, раввин монаха Мэндл Шнирсен, стоял и раздавал доллар каждому человеку, который к нему подходил. Для чего? Рэбе объяснял, что когда встречаются два человека, должно быть что-то полезное для третьего человека. Соответственно, давая доллар этому человеку, он давал его на благотворительность, чтобы помочь еще кому-то. Когда Рэбе исполнилось 90 лет, в этой очереди стоял журналист из Торонто, из Lifestyle Magazine, и спросил у Рэбе, Рэбе, вам исполняется 90 лет, что вы можете сказать, какое сообщение, какой месседж вы хотите донести до людей. Рэбе объяснил, что число 90, это гематрия буквы цадик на иврите. Что означает цадик? Праведник. Тем самым это показывает нам, что любой человек может быть праведником. Тогда корреспондент этого журнала спросил у Рэбе еще раз, а какое сообщение, какой месседж вы хотите донести до всего человечества, до всего мира. Если позволите, я зачитаю то, что сказал Рэбе, постараюсь вам перевести. Мой месседж, мое сообщение, послание, то же самое. Но насчет семи законов Нооха, семи универсальных законов всего человечества. Точно так же, как митцвы, заповеди, были даны на горе Синай через Моисея, точно так же и все эти заповеди были даны Моисею на горе Синай. Всему человечеству было повелено исполнять семь законов Нооха вместе с митцвой цдака, благотворительность. Поэтому вы можете написать целую книгу об этом, говорит Рэбе этому журналисту, о важности благотворительности, о важности изменения мира к лучшему. Да поможет Бог каждому из нас в этой миссии. Сегодня мы с вами заканчиваем вторую часть первой главы, в которой мы с вами увидели на личных примерах наших мудрецов, наших лидеров. Это не просто были пустые слова, которые они говорили о важности распространения знаний, важности распространения мудрости среди всего человечества, а не своим примером. Очень часто, как мы это видели по Рамбаму, даже шли на самопожертвование ради того, чтобы помочь, ради того, чтобы обучить всех людей, все человечество. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова